Алексей Гетьман, военный аналитик. Здравствуйте, Алексей, и рада вас приветствовать. Доброе утро. Алексей, если говорить по... Знаете, все так ждали эти танки, как будто буквально по щелчку сразу все поменяется. Но ведь здесь еще и вопрос времени. Понятное дело, что это усиление очень огромное, очень сильное. Но как скоро будут эти танки в Украине? Как они в вопросе времени поменяют на ход событий на фронте? Ну, во-первых, я думаю, они будут достаточно быстро, особенно леопарды, потому что они находятся недалеко от нашей границы, в том числе и Польша. Ну, европейская, континентальная Европа, она, в принципе, может достаточно быстро эти танки довести до наших западных границ. Там уже мы определим, куда, в какие части их перенаправить или где формировать новые механизированные бригады, потому что такое количество танков позволит нам сформировать, ну, как минимум, несколько бригад. Или танковые бригады, или механизированные бригады. Как долго на них нужно обучаться? Ну, наши друзья из Соединенных Штатов Америки, из Германии, они берут какие-то нормативы по обучению экипажей. Скорее всего, имеется в виду экипажи, которые до этого не имели какой-то боевой подготовки. И поэтому идёт разговор о нескольких месяцах. Наши танкисты, которые уже воевали на других танках, на танках Т-72, Т-80, ещё советского, российского производства, то, я думаю, им нужно время гораздо меньше. Это можно проанализировать, посмотрев на то, как быстро мы освоили новые зенитно-ракетные комплексы. Зенитно-ракетный комплекс — это оружие, которое всё-таки посложнее, чем танк в любом случае. Там больше электроники, больше других сложностей, скажем так, в тактике боя, во всем остальном. И, тем не менее, удалось это освоить за несколько недель. Поэтому я думаю, что наши танкисты освоят «Леопарды», «Абрамсы», «Челленджеры», «Леклеры» где-то за максимум за месяц. Я понимаю, что это обучение уже проводится. И для начала мы подготовим инструкторов, которые будут потом готовить уже наших танкистов непосредственно где-то, где они будут формироваться, эти новые бригады. Я не думаю, что это затянется больше, чем до марта месяца. Многие говорили о том, что именно танки «Леопард-2» позволят Украине перейти в наступление войны. Как думаете, тоже ваше мнение, для контрнаступления, когда, если мы говорим о такой быстрой поставке «Леопарда» в Украину и оперативной подготовке, то когда Украина будет готова к действиям? Ну и опять же, здесь же не исключаемы все эти разговоры аналитиков, прогнозы о том, что может быть и наступление, вторая волна сильная где-то в районе годовщины вторжения Российской Федерации на территорию Украины или в конце февраля, либо уже в начале марта со стороны Российской Федерации. Ну, Российской Федерации с тем количеством мобилизированных людей, с техникой, которую они уже смогли притянуть на линию фронта, то они уже готовы проводить какие-то наступательные действия. Как, насколько известно, они ожидают похолодания для того, чтобы пронес грунт, потому что по болоту ездить они на своей технике не могут. Поэтому вполне вероятно, что попытка какого-то наступления, мы даже примерно знаем, где они это будут планировать делать, то она ожидается, ну, не обязательно на годовщину, 24 февраля, это может быть даже раньше. Опять же, в данной ситуации, несмотря на 21 век, там нанотехнологии, какие-то суперразговоры про какие-то супертехнику, очень много зависит от погоды и по бездорожью, особенно когда это прошли дожди, и там растаял снег, то ездить на очень современном танке все равно не получается. Он будет завязать, не проезжать. Я имею в виду Российскую Федерацию. Наши танки, уже наши танки «Леопарда», «Абрамсы», они тоже зависят, не в такой степени, как российские, но они тоже зависят от погодных условий. И, в принципе, наступательные действия мы можем начинать, наши контрнаступательные, когда мы сформируем новые или укрепим этими танками уже существующие бригады, то есть это уже на усмотрение нашего генерального штаба. Когда будут готовы полностью экипажить для того, чтобы их эффективно использовать, я думаю, тогда будет… Я думаю, что уже есть план, ну, план контрнаступления 100% уже есть, потому что командующий заложник, когда называл количество техники, которое нам необходимо, он же не просто так называл какие-то цифры. Он, видимо, не видимо, а наверняка были просчитаны какие-то наступательные действия, это контрнаступательные с нашей стороны, и просчитаны силы и средства, которые для этого необходимы. Вот средства — это как раз техника, силы — это военнослужащие. У нас людей, слава Богу, хватает. Мы не так ложим людей, как россияне, у нас бережем жизнь наших военнослужащих. А вот средств не хватало, вот эти средства есть, вот эта техника, которую нам передают. И вот именно раз просилось именно в таком колесе, значит, были просчитаны уже, как они будут использоваться и где именно они будут использоваться. Поэтому ждем. Я думаю, все-таки ждать осталось не полгода, не до конца года, какие-то не нужны были разговоры. Я думаю, что несколько месяцев мы будем полностью укомплектованы и готовы. Еще также мы ждем и в следующей встрече в формате «Рамштайн». Говорили в НАТО о том, что пройдет она 14 февраля в штаб-квартире Альянса. Как думаете, чего ждать от этой встречи «Рамштайн» и предыдущей? Как вы оцените? Уже много шуток, что на День Святого Валентина мы ждем каких-то хороших подарков от наших. Но это не совсем подарки, это они и заботятся о своей безопасности, в том числе. Наши партнеры прекрасно понимают, что если нам не удастся остановить на валу российскую здесь, то она пойдет дальше. Поэтому здесь они все-таки не спонсоры или не меценаты, а не союзники. И они выполняют свои союзнические обязательства. Это обязательства, а не благотворительность. То есть тут надо делать правильно строительство центра. Как я оцениваю «Рамштайн», все его оценивают позитивно. Большое количество техники. Единственное, что была заминка со стороны Германии из-за непонимания того, насколько нам это оружие необходимо. И почему она так нам необходима. Здесь можно два слова сказать об информационной войне. Вот она так и выглядит. Потому что, как говорят немецкие политологи, удалось послушать их выступление, что примерно половина населения Германии не уверена в том, что нам нужно давать это оружие. Не потому что они против Украины, а потому что они боятся, что локальный, якобы локальный конфликт, который где-то на востоке Украины происходит, может перерасти в какое-то серьезное, более серьезное столкновение. Поэтому они исходят из такой логики, что если дать больше оружия, то конфликт станет просто больше. Поэтому они вроде из каких-то гуманистических соображений хотели ограничить поставку нам оружия, чтобы конфликт как бы не разгорался. То есть вот это и есть информационная война, вот это и есть та пропаганда, которая не промывала мозги, а влияла на нервоззрение тех же немцев, потому что там достаточно серьезная российская лобби, которые вот так вот реагировали на европейскую полномасштабную войну, как на локальный конфликт. И это нам принесло определенные проблемы. Потом, ну, как минимум, нервы пришлось потратить, и силы для того, чтобы все-таки получить это оружие, которое нам необходимо для победы. Ну вот, если бы наши дипломатии, ну, все силы, которые, в том числе и средства массовой информации, и ваши, в том числе, и перед каналом, если бы не проявляли такую активность, то, я думаю, они бы до сих пор колебались, и это принято, ну, это дополнительная жертва для нас. Вот это и есть, вот это и есть результат. Вот мы говорим информационная война, что-то такое, никто думает, что-то там Скобеева, что-то там говорит по своим каналам, нет. Это не гравнационная война, это пропагандистские просто трюки вот этих идиотов, которые там что-то рассказывают. А вот информационная война – это то, что мы увидели в Германии. Как она вплынула, как это, по-русски, повлияла на мнение граждан Германии и на мнение руководства Германии. Но, слава Богу, нам удалось передавить в этом плане, ну, нашим дипломатам, ЗМИ, передавить вот эти их не атаку информационную, мы все-таки получаем это оружие, которое нам необходимо для победы. Здесь это очень важно. Здесь важна работа на всех действительно фронтах. А вот если говорить о помощи западных партнеров, разговоры со стороны Соединенных Штатов, которые появились о возможных поставках истребителей F-16, говорили в Штатах, что обсудят этот вопрос, насколько это сейчас реально. Потому что о тех же «Леопардах», тоже, когда Украина говорила о том, что необходима эта помощь, как-то вот всегда звучали, «Вот это невозможно, это не может быть, но тем не менее «Леопарды-2» к нам будут направляться». А что по F-16 думаете? Ну, начнем с того, что мы верим Америке, потому что это наш главный партнер, но наиболее мощный экономический и военный потенциал наибольший. Ну и пока на сегодняшний день, заканчивая про танки, то 301 танк – это максимально наибольшее количество танков от одной страны, которые будут нам поставлены. Эта страна и Соединенные Штаты. Поэтому тут все как бы прозрачно и понятно. Почему истребители? Ну, опять же, вот опять же, те последствия информационной войны, которые проводит Российская Федерация и тратит на это колоссальные, колоссальные деньги. На вот эту не пропаганду, еще раз, которая внутри страны, а именно на работу с нашими партнерами. Ну, на работу в том смысле, чтобы убедить их в том, что нам какие-то виды оружия не нужны. И это имело определенное воздействие. Люди в той же Америке думали, что эти истребители мы будем, наверное, использовать для каких-то ударов по гражданским объектам в России, что это сугубит конфликт. Опять же, вот эти вот разговоры, экскалация конфликта – это вообще словосочетание, которое невозможно использовать. Потому что, во-первых, у нас не конфликт, а война. Во-вторых, экскалация – это мы за эскалацией. Мы хотим этой эскалацией, чтобы у нас было больше оружия. Да, мы устроим такую экскалацию в Российской Федерации, что они будут бежать за Урал. Простите за эмоции. Так вот, для чего нам нужны истребители? Давайте просто само название. Это истребители. Они не предназначены для каких-то атак. Это не бомбардировщики. На них никто не собирается никуда лететь и ничего бомбить. Они нам нужны для того, чтобы уничтожать радиолокационные станции врага, для того, чтобы завоевать превосходство в воздухе. Потому что пока это превосходство на стороне Российской Федерации. Ихние штурмовики, ихние крылатые ракеты, ихние другие ракеты атакуют наши позиции на линии фронта и в глубине страны, цивильные объекты, то, что вчера была очередная ракетная атака на Украину. У нас есть системы зенитно-ракетные комплексы, которые борются с крылатыми ракетами. Но есть такие же ракеты, тоже АРСТ, это ракеты воздух-воздух, которые могут находиться в том числе на истребителе АК-16 и не могут забивать вот эти крылатые ракеты, от которыми нас атакуют. Плюс на этом истребителе, это истребитель четвертого поколения, у него есть пулеметное вооружение, пулеметная пушка, ее называют. Он может летать и сбивать вот эти же самые шахеты. Это наиболее распространенные машины во всех военно-вздушных силах стран НАТО. Такая гадюкая называют, ну такое название, это черт, такая серая лошадка, которая тянет на себе, по большому счету, закрывает небо многим странам. Поэтому потихонечку доходит понимание, и даже для наших самых мощных партнеров Соединенных Штатов, что действительно эти самолеты нам нужны для защиты, для того, чтобы защищать свою территорию и не давать возможности врагу. Ну вот чтобы эти же самые танки, которые нам же будут поставлять, чтобы мы могли прикрывать воздухо, потому что если по ним будут атаковать, их будут атаковать эти же самые Су-25 штурмовики, то они могут уничтожить какое-то количество танков, хотя эти танки достаточно защищены. Вот чтобы они прикрывали их воздухо в том числе. Я еще раз, это не бомбардировщики, это истребители. Они истребляют воздушные цели, а не атакуют гражданские объекты в глубине страны врага. А разъясните, пожалуйста, в вопросах логистики, в вопросах хранения от европейцев иногда звучали такие месседжи, что эта проблема, по сути, сейчас для передачи западных истребителей, это то, что они требуют длинных и качественных взлетно-посадочных полос, которых нет сейчас в Украине. Взлетно-посадочные полосы, аэродромы. То есть вопрос звучал от европейцев, что негде сейчас хранить сложности с использованием подобных истребителей. Или вот разъясните в этом моменте как? Знаете, можно придумать очень много каких-то оправданий. Когда человек хочет что-то сделать, он ищет, как это сделать. А когда он не хочет что-то сделать, значит, оправдание, почему это нельзя сделать. Поэтому про леопарда мы тоже самое слышали, про аврумс мы тоже самое слышали. Про другую технику, про то, что мы не сможем ей пользоваться, про то, что они очень тяжелые. Потом были и верхливые разговоры про аврумс американские, что они работают только на ракетном топливе, даже не на авиационном, а на ракетном топливе. Чушь полная, они прекрасно работают на дизеле. Теперь пошел новый вброс о том, что F-16, вообще цирк какой-то. F-16, нам оказывается, нужна какая-то особая взлетно-посадочная полоса. Во всем мире он используется в 24 странах мира. Везде там какие-то, особенно на Ближнем Востоке, какие-то специально построенные аэродромы. Зачем вы думаете? Простите за такие слова. Алексей, еще один момент. Наблюдая за тем, как сейчас происходит ли трансформация на поле боя, не происходит, больше артиллерия, авиация, что в дальнейшем будет? Ну, вы знаете, сами по себе танки, конечно, и авиация, но отдельный какой-то вид оружия, он, естественно, не может решить исходное поле боя. В любом случае, это должен быть комплекс. Сейчас Россия нас превосходила в количестве выстрелов. Они могли сделать до 60, даже иногда до 80 тысяч выстрелов на линию фронта за день. То есть у нас таких мощностей, такого количества снарядов для наших артиллерийских систем разных либов просто в принципе не было. Россия начинала с того, что в феврале прошлого года у них было по разным подсчетам от 15 до 20 миллионов таких снарядов. Поэтому, естественно, преимущество было на стороне Российской Федерации. Сейчас нельзя сказать, что на уровне у нас количество выстрелов со стороны Российской Федерации больше, чем в наших мыслей. Но где-то у нас сократилось до приблизительно. Ну, опять же, это приблизительная цифра. Никто там не ходил, не засекал каждый выстрел. Ориентировочная цифра порядка 10 тысяч. 7-8 тысяч до 10 тысяч выстрелов в день. У нас где-то 2-3 тысячи до 5 тысяч выстрелов. Но то оружие, которое мы используем, та артиллерия, она высокоточная, в отличие от той артиллерии, которая есть на выражении у Российской Федерации. У нас тоже есть такие же пушки, как и у них. Но мы их тоже используем. Но зато у нас есть 3-7 арки, ну и другие самоходные артиллерийские установки, которые высокоточные. И тот урон, который мы наносим меньшим количеством выстрелов, он больше, чем тот урон, который наносят россияне нам своими вот этими навалами массовыми на обстрелы. Поэтому, естественно, на линии фронта очень важна сейчас эта артиллерия. Для того, чтобы... Ну, просто потому что она очень важна. Тут даже... Чего объяснить, почему она... Ну, потому что артиллерия, боевые войны. Ну, естественно, нужна авиация и тяжелая техника для того, чтобы можно было оперативно продвигаться и делать наступательные... Производить наступательные операции, которые мы готовим. Поэтому, что именно... Ну, вы знаете, я вам скажу, даже качество берцев на военнослужащих, оно влияет на ведение боевых действий или термобелье, которое в холода очень нужно военнослужащим. Не говоря же, про стрелковое оружие, про качество бронежилета, про качество казок, про качество аптечек, в том числе, у которых у каждого военнослужащего должна быть с собой. Ну, и переходя дальше к следующему оружию, каждое оружие, чем лучше оружие в современных войнах, хотя не только в современных, начиная, может, наверное, уже со Второй мировой войны, все остальные войны побеждает та армия, которая использует наиболее новое и наиболее технологичное на то время оружие. А та армия, которая использует старое оружие, старое образование, она обычно проигрывает, независимо от того, сколько у него военнослужащих личного состава. То есть количество солдат, проще говоря, оно не решает исход войны. Исход войны решает количество, естественно, но в основном это качество того оружия, которое использует армия, которое хочет быть. Сейчас мы начинаем, наше оружие становится лучше, значительно лучше по качеству, чем оружие, которое использует Российская Федерация. Поэтому есть надежда, что мы не просто выиграем эту войну, а выиграем, даст Бог, достаточно в обозревом будущем. И опять же, это все зависит от того, насколько быстро, насколько много нам этого современного оружия смогут поставить наши партнеры. А пользоваться мы им умеем. Естественно, и тактика наших, ну и героизм, тактика наших военнослужащих, она не подлежит сомнению, это оказано уже в этой войне неоднократно. Ну а в победе Украины не сомневается ни сама Украина, ни весь цивилизованный мир. Алексей, огромное вам спасибо за вашу аналитику. Сегодня у нас в эфире зрителям, напомню, Алексей Гиттиман, военный аналитик, был с нами на связи. Обсуждали мы поставки и помощь западных партнеров, и в том числе немецкие танки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!